Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий, Кравцов Сергей. Сегодня хотелось бы вкратце поговорить о циклоидном типе личности. Вы спрашивали меня, что же это такое, с чем это едят. В общем, соответственно, смотрите, циклоидов придумал, ну вот, по тем источникам, которые мне встречались еще в институте, самое первое, что я встретил циклоидов, это у Ганушкина, это наш родоначальник еще в российской, да, советской такой психиатрии. Товарищ замечательный, прекрасный, и мои знакомые психиатры меня просто съедят, если я сейчас начну его как-либо ругать и говорить, что он не актуален, он даже в каком-то смысле актуален для психиатров, но для прикладной психологии, о которой я снимаю, которая все-таки больше для обывателей, да, для вас, для зрителей, кто меня смотрит, для людей, не имеющего психологического или психиатрического образования, Ганушкин очень тяжел в понимании, поэтому я вам не рекомендую использовать психотип циклоидов для того, чтобы заниматься прикладной психологией или каким-то самоанализом, да, легким его видом. Соответственно, я рекомендую что? Я рекомендую ознакомиться с ДСМ-5, с моими видеороликами, может быть, с видеороликами других психологов, там, где идет классическая вот эта типология личности, нарциссы, истероиды, ну, в общем, где-то валируется от 7 до 10 типов личности. Называется типология личности. Вот это вот современная картинка, да, то, что называется типология личности, как правило, вылетает современная информация. Основана она на ДСМ-5, вот, или типологии личности по ДСМ-5, нужно гуглить, как-то так. Та типология, которая у Ганушкина, во-первых, она больше привязана к психиатрическим заболеваниям. Циклоиды описаны как товарищи весьма акцентированные, а чаще патологической памяти. Поэтому вам для прикладной психологии маловероятно, что понадобятся циклоиды. Потом, соответственно, что я хочу сказать, циклоиды, ну, раз уж речь зашла, нужно еще озвучить, кто это такие, да, на кого они больше похожи. Ну, это такое, на данный момент немножечко даже устаревшее описание нарциссов с их баром расстройством, соответственно. То есть это когда меняется у человека, как бы даже Ганушкин писал, что чуть ли там не характер, да, иногда может меняться, но настроение, вот, его манера поведения, ну, депрессия, потом снова смена положительная, да, супер, вот, такое даже у некоторых вплоть до дурашливого, да, настроения. Потом у него какая-то фаза затишки идет, когда все ровно, а потом опять депрессия, и вот это вот все между собой чередуется с разными. Соответственно, Ганушкин там выделял немножко по-разному, более это точно описано, если вот мы кого-то лечим, это интересно. То есть там есть типы, когда длится это состояние долго, депрессии, когда длится маниакальное состояние, то есть маниакальное состояние, то, которое, вот, как раз когда он веселый, дурашливый, или, может быть, даже не дурашливый, а у некоторых это проявляется маниакальное состояние в мании величия и так далее, но я все об этом рассказывал в видеоролике про нарциссов и бар. Вот, и, соответственно, вот все вот эти вот вещи, когда они развиваются, да, все это, современные данные показывают, что биполярное расстройство, оно очень близко к нарциссическому. Ну, не обязательно тоже, не 100%, пока нет вот таких вот 100% данных, но, во всяком случае, в Ганушкина это не повод влезть. И если мы ведем речь о каком-либо заболевании, на сегодняшний момент есть данные, также в DSM, об этом заболевании конкретном, о том же биполярном расстройстве. Но ни в коем случае не стоит изучать старые вот эти вот определения, если вы занимаетесь какими-то прикладными вещами или вы решили изучить какое-либо свое заболевание, которое, может быть, психиатр вам ставил, да, вот. Потому что если вы вот так вот мечетесь и к себе будете добавлять, наслаивать какие-то знания, а потом путаться в них, или, допустим, у вас там биполярное расстройство или нарциссизм, а вы еще решили прочитать про циклоидов, и у вас все это в кашу какую-то смешалось. Поэтому не надо весь сыр в один вареник, в общем, сливать, все это дело формировать, и просто старайтесь вот использовать современную, так скажем, современную типологию личности под DSM-5 я вам очень рекомендую. И, соответственно, будет вам счастье, будет вам более такое структурное, более ясное, стабильное понимание ситуации. С вами был Medical Fitness Psychology, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, друзья, а я вас жду на своих консультациях онлайн.